всем привет мои дорогие друзья добро пожаловать на канал barbar games меня зовут виктор и сегодня вам расскажу о топовых настройках оба студия многие знают что такое бы студия эта программа для стримингов на ту же поток там твича ютуба или же для записи видео чем будет отличие моих настройки вам покажу там есть такой маленький маленький плюсика который реально вырезать вашу картинку на станет ярче и более качественнее ну а почему я начал записывать это видео потому что множество из подписчиков приходили постоянно задавали в стримах такой вопрос и не только подписчики и зрители которых приходили новые задали братан откуда такая крутая картинка яркая выразительная качественная блин расскажи покажи на сроке abs естественно это не актуально все показывать на стримах правильно и по сути если дал этот дел в к рассказывал в личку вконке ну и блин вытано gé meus естественно каждому представьте расскажи покажи одно и то же это просто естественно я решил записать видео показать людям как что и где настраивать чтобы дальнейшем просто не сдавалось вопросов поэтому обязательно прожимайте лайк под это видео и оставляйте потом комментарии как вам понравились настройки помогли они вам или нет ну естественно как говорится приступим потому что не будем тянуть время так нажимаем на настройки в оба студия открывается естественно вся вкладка и во вкладке общем принципе мы ничего вообще не трогаем не даже не то что принципе вообще ничего не трогал максимум что можете сделать поменять себе тему какая вам нравится я люблю темную потом поставил темную далее переходим во вкладку вещания вкладки вещания вы выбираете сервис на которого будете стримить то бишь это или youtube или же twitch лишь потока сложного ничего нету принципе найти его легко тем больше собой за такой степени обновили что вы можете нажать получить трансляции и все перескакивает на ваш youtube и отсмотреть где ключ в трансляции находится все далее приходите во вкладку вывод естественно перед тем как обстоятельства трансляции потока прижимать слово примените обязательно не забывайте об этом далее вывод и тут естественно есть два расклада есть простой есть расширен сюда если выбирайте расширенный и вот начинаю от этого звуковая дорожка до кодировщик что такое кодировщик объясняет это то от чего будет производиться трансляция на том же ютубе или на твиче есть тут два варианта x 264 264 извиняюсь чтобы четко выразиться это процессор который стоит у вас системники а nvidia nvng h 264 это очень-очень удобная штука почему потому что например у меня просто ранее процессор не настолько мощный поэтому я убираю на эту позицию что в чем преимущество это раньше здесь было nvidia nvng и все сейчас завали аж 264 для чего это сделали то бишь если на ваш процессор или на вашу видеокарту дается сильная нагрузка сразу нагрузка начинает частично сбрасываться на примеры со снимите от видеокарты дается нагрузка на видеокарту и нагрузка сильно эта часть нагрузка начинает прыгать на процессор чтобы не было перегрузки кодировщика поэтому в этом плюс очень-очень удобно сделали в данной программе в расширении это круто мне нравится дальше ставите принудительное использование настройки кодировщика потоковой службы и выбирайте управление битрейтом везется себе выбирайте себе битрейт битрейт естественно ставите как бы по тебе персонально потому что у каждого разный интернет единство скажет если вы будете стримить на twitch максимально на твиче если не ошибаюсь сейчас 6000 битрейт поэтому точнее 6000 килобит секунду точнее правило так себе поэтому ставьте именно вот на twitch сколько вам удобно естественно опять же зависит от интернета если вас интернетом 100 мегаби секунды и выше то можете ставить в принципе как вам удобно то бишь чем больше битрейт тем качественная картинка но отвечаешь говорю еще 100 максимально по 6 тысяч и не более на эту бежишь и естественно вы можете поставить и 20000 битрейт но youtube и с собой пропускать только если битрейдов сколько ему удобно но картинка будет качественнее я скажу вам так я ставил по 15000 до этого и порой у меня кодировщик почему-то перегружался если сам был пропуск кадров и как бы ну это не актуально для зрителей это не актуально для меня иногда стрим бывало так подвис на секунду и обратно побежал и это все было прочее в битрейде и в частности с творческой студии youtube все настолько упростили что там указывается для сколько битрейт нужно для там full hd там без остальных разрешения да я данный момент на ютубе использую 6000 битрейт и поверьте мне я не жалею ни капельки но хорошая картинка ничего теперь не провисает не лагает и все качественно далее интервал из ключевых кадров ставите 2 это то бишь если кадры пропускаются в промежутке 2 секунд пресет пресет это когда выдается на стрим как бы качество максимальное качество производительность остальное я поставил себе качество пошла максимальная качество все-таки берет периодически тянет на себя нагрузку и кодировки надо бывает подпрыгивает лишь начинается перенагрузку давай поэтому я рисковать не стал поставил себе качество и поверьте мне особо разницы я не увидел максимального качества и просто качество поэтому тут уже экспериментируйте тут все зависит от вашего как говорится пока железо далее профиль профиль сайте height далее ставите психо визуальная корректировка точно я не помню что она дает но преимущество к то есть вот далее нажимайте снова применить и все больше из ничего меняйте не меняйте точнее взять далее запись когда записываете видео ставите тип обычный убирайте пугу путь куда вы будете записать свои видосики я сюда убираю формат ip4 потому что да он много весит а по крайней мере он дает качественную картинку дальше если звуковой дорожкой 1 выставляете и кодировщик естественно я использую тот же nvidia nv кто бишь и видеокарту и процессор дальше чуть-чуть хотел объяснить те кто будет стримить у вас реально очень охренительно мощный процессор ребята например intel core i7 последнего поколения или intel core i9 там да то можете пробовать стримить от процессоров почему привилегия процесса процессора лучше потому что когда снимите от процессора картинка идеальная она качественная но опять же повторяюсь должен быть очень мощный процессор чтобы он вывозил весь стрим если процессор слабенький не рискуйте сразу будет кодировщик перегружен сразу же будет лохать вся картинка и все остальное поэтому тут уже как бы здесь от ваша железа сейчас повторяюсь дальше управление битрейтом месяца cbr но для записи я ставлю 40 тысяч битрейт почему именно так делаю даже объяснял неоднократно чем больше битрейт тем качественные записи картинки и передачи картинки будут интервал ключевых кадров так же самое 2 пресет я ставлю максимальное качество чтобы намного максим на максимальности как говорится мог по максимуму записать лишь качественное видео профиль hyped ну и все то же самое психовизуальная хотя корректировка и . все нажимаете применить и переходим во вкладку аудио частота дискотизация я поставил 44 1 герц потому что смысл ставить 48 нету разницы вообще никакой поэтому стать так канал стерео естественно далее на аудио с рабочего стола это то что будет выдавать звук примеру то бишь к музыку там слушательность время до или же что вы играете чтобы слышно было игру и все остальное вот это вы спросите там свои колонки наушники что у вас там будет стоять как она называться и выбираете все далее микрофон естественно это выбирайте тот микрофон через которую вы будете говорить людям передавать свой голос что послышали со стороны скорость пада быстро тип измерителя пиков упрощенный ну и все больше даже ничего не трогаем нажимаем переменить и спускаемся во вкладку видео вот далее рассказа идет полчаса базовое разрешение и выходное разрешение масштабное то бишь многие как-то света твиче чтобы выдавать хорошую картинку пример есть такие игры например если вы стримите full hd 1080 доходите 60 fps но игра все-таки иногда подлагивает да на твиче да можно сделать например базовая еще 80 а выходное можно сделать 1280 на 720 и при стриме 60 fps и будет картинка классная и не будет лагать скорее всего но тут же же зависит от вашего железа я стрим лист из на full hd у меня стоит что базовое что выходное разрешение full hd дальше фильтр масштабирования метод лан саша я ставлю 36 выборок если все же порой у вас бывает периодически по минимуму просаживается кодировщик это редкость но он бывает я посоветую поставить бикубический и на русско с вашего говорится кодировщика спадет далее fps вот уже выбирайте вы сами опять же зависит от вашего железа выходе стримить какую игру потому что в при 30 fps в принципе говорят никогда разницы нету нет ребятки разницы все-таки есть 60 fps выдают картинку на стрим или на видео намного плавнее поэтому как бы моя жизнь за позволяет я стримлю 60 fps но если вас не позволяет если сайте в 30 fps страшного особо ничего не будет картинка принципе тоже быть неплохая но просто как бы жарю просто 30 по 100 более резкая картинка в плане там такое ну поймете то когда увидите у сами будет снимать и 60 fps она будет дома плавнее движения делать и все остальное далее так же самое те кто например 60 поездом немножечко также сама коде ручки немножко под нагружается по минимуму там резки в редких моментах то я вам советую могу посоветовать поставить так же сам 5994 это тоже самое что и 60 fps только чуть-чуть поменьше то бишь а он на русскую синим из кодировщика но и при этом у вас все равно будет выдаваться стримы full hd 60 fps это однозначно я вам советую пробуйте тестируйте это все зависит от вашего железа все или вы сделали эти настройки нажимайте слово применить горячие клавиши там сами разберетесь а их там выставляйте куда хотите чтобы это нажимать куда клавишу там музыка заирала донат включить и все остальное расширенные вот приоритет процесса я поставил высокий и советую всем вам поставить высокие высоких почему когда начинается там примеру какие-нибудь данные windows ада чтобы приоритеты всех всего пока характеристик интернета чтобы они шли в первую очередь на оба с а второго того второстепенно и нашли на на игры там или еще там будет стримить неизвестно как бы я не знаю кажу что с ними правильно поэтому я использовал вот так высокие поэтому советую ставить всем рендер дирекции если за 3d 11 и световой формат это принципе у всех к нв 2 наставляем дальше световое пространство 601 множество и из всех кто предлагает свои настройки об с давайте по 709 ставьте не бойтесь а честно я поставил как-то немножечко картинка иногда периодически у меня подключивала поэтому пасал обратно 601 хочу боюсь что это дает это яночка дает там яркость контрастность такое но особо разницы не увидел потому что у меня плюс мой маленький плюсик стоит я его использую и мне достаточно поэтому тут экспериментируйте также сама сами пробуйте цветовой диапазон естественно стоит полный потому что он передавал полностью все цвета и к яркости или иной игры картинки и чё там будете выставлять далее задержка потока прийти максимум собес выставляйте сколько будет задержка на вашем стриме это насколько понимаю это у меня галочка убрана и в принципе это часто выставляется также сама на ю тубе можете сами на ю тубе высоко вас будет задержка потока и все там сложно ничего ему поэтому как бы создать и сами сохраняйте сохранить дальше авторическое автоматическое переключение к а переподключение вознес задержка повтора это говорится когда например б с стриме 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 тримит и хобби трейд падает то бишь на ноль что-то произошло с интернетом либо серверами браузера что просто прервался битрейд это делается задержка повтора то бишь он берет через 10 секунд перезагружает битрейд очень 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 удобная штука поэтому советую всем ставить и говорится чтобы использовать все нажимаете применить все основные настройки все рассказал скажет блин да в принципе то же самое что и всех да да не спорим возможно но сами знали из мои зрители и подписчики видеть что качество картинки у меня топа и вот тот момент который я хотел сказать маленький но очень интересный мой плюсик который я хотел вот поделиться с вами ребят когда выставляете выбирайте сцену и сцене измерять источник там захват игры к примеру да вот выбрать захват игры на если иметь там будет игру нажимаете правой кнопкой мыши и убирайте слова фильтры и вот тот момент запоминайте я сразу ставлю увеличить резкость 005 ставлю то бишь картинка становится намного речи и она более выразительнее становится на стримах она выражается просто на глазах сразу все ставите 005 и коррекция цвета выбирать это же заправа кнопкой мыши нажимаете добавить и выбирать там коррекция света вич резкость и все остальное все и начинаем гамма по нулям контрастность 005 яркость 005 и насыщенность 035 сдвиг оттенка 000 ну естественно все по стандарту сами все после этого вы увидите насколько изменится ваша картинка на стримах она стоит намного ярче намного резчик красочней и людям будет приятно смотреть на такой стрим чем когда заходишь кому-то на стрим и он стримит а у него все фризит ужаснейшим образом и такую картинку на нереально смотреть когда ты бишь а он так в minecraft кому-то рада ира топовая там блин реальная графика у него все кубиками но это пипец поэтому предлагаю вам такой вариант ставьте пробуйте ну и как говорится что жмите лайкосик подписывайтесь на канал и соответственно жмите на колокольчик чтобы не пропускать ни одного видео и стрима на данном канале ну если не забывайте оставлять комментарии по данным видео помогли ли вам эти настройки понравились ли они вам и что вообще вы думаете стоит ли дальше снимать такие видеоролики моем стиле что всем еще раз огромное спасибо удачи и до новых встреч в новых видео и на стримах